приветствую подписчиков и зрителей моего канала сегодня мы будем проводить эксперимент по совету одного из наших как говорится постоянных зрителей смотрите ребят смысл в чем а смысл в том чтобы создать как бы дополнительную защиту нашему субстрату как мы это на этот раз будем делать понятно что можно там щелочь добавлять все дела это как бы пройденный этап уже все понятно все вот мы будем пробовать сейчас молочнокислые бактерии вот то что нашли то и будем что называется не надо писать что вы там не те используются естественно не те вот те что нам посоветовали мы не нашли вот а нашли всего вот мы два как бы есть там все три я нашел но как бы двух хватит для эксперимента вот такой и вот такой здесь вот кстати очень интересно такое сочетание бактерий они у нас и молочнокислые и термофилы и все что хочешь есть в общем там прям список такой будь здоров я единственная инструкцию кстати я взял могу даже сейчас вам показать так сейчас секунду я забыл ее не взял не взял соврал в общем инструкцию сами посмотрите в интернете проблемы нет в общем с этим давайте делаем мы сейчас что сейчас мы все это дело бактерии поместим в теплую воду в рецепте там была температура в районе 40 градусов но в принципе она для чего такая для того чтобы они стартанули а потом все медленно остывало у нас же здесь будет инкубатор настроенный на 36 градусов как температура человеческого тела потому что у нас благо делал 4 инкубатора получается даже 5 и в принципе один мой как говорится для бактерий уж пожертвуем потому что слишком уж профит в случае успеха велик вот что делаем одну банку мы сейчас вот этой штукой заразим две банки вот этой и в одной из банок мы вот эту вот штуку сапанем лузгу она прямо такая должна быть заразой по полной программе и естественно дадим фруктозы все всем банкам почему именно фруктоза потому что это легкий сахар и тут же на нем всякая гадость должна начать развиваться и мы посмотрим что у нас здесь будет плавать будет ли у нас здесь молочнокислое изображение все подавлять либо наши чудесные всякие друзья в виде триходермы и такой какой-нибудь плесени ой победят вот этого бы конечно нам не хотелось нам бы хотелось чтобы все закончилось печально для этих плесеней и прочих ребят там смысл какой бактерии выделяет молочную кислоту и она собственно говоря подкисляя убивает всю эту патогенную микрофлору так давайте теперь добавим ну давай добавляем нам вот сюда вот так здесь давай нам полоски фруктозы в каждую бросим и я думаю в принципе достаточно будет вполне единственное конечно был бы более качественный эксперимент наверное если бы мы какую-нибудь патоку использовали там или еще что-то такое но я так прикинул в общем то нечего стесняться все что что есть сделаем потом сделаем если что другие растворы это не такая проблема как говорится сделать для них питательную среду да больше больше клади ты не стесняйся вот нам надо создать такую среду понимаешь где жизнь бурлила вообще по прям да вот по 2 ложечки клади чтобы она такая прям вот здесь как говорится недостатка что в питании не было вот давай сейчас вот мы с тобой вот одну вот эту вот штуку высыпаем вот сюда сразу надо ее подписать сейчас я дам марка вот сейчас мы ее подпишем сразу ножницы вот а тебе открыть надо затвердел там маленько да но она конечно это стоит уже достаточно давно хотя срок годности не пропал да ты прям туда возьми и он ее плюхни и все да достанешь не бойся тут стерильность все равно нам не нужно особо то мы даже эти банки надо закрывать не будем я конечно понимаю что как бы это не совсем правильно но мы сейчас совсем правильно не собираемся делать нам чистая культура не нужна нам нужна борьба что называется посмотреть как она будет в природе что называется кто из них выживет если мы в итоге какой-нибудь запах чего-то тухлого неприятного и увидим кучу островков с триходермой ну значит не получилось что называется если со временем триходерма у нас вся подохнет я не знаю какая длительность эксперимента по времени будет значит мы победили и должен быть запах такой как бы отсутствующий молочный кислород тем всем продуктам как это выглядит это незаметно а ты мне на руку высыпешь давай я покажу что это такое там давай сапай ух ты чем пахнет ой а пахнет кокаином кокаином не кокаином ну действительно каким то таким что-то кислый какой-то штукой такой куда сыпать-то вот сюда за температуру я померил уже вот сюда сыпать так ну и давай кидай сюда это подожди 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 давай сначала размешать все это зло у нас же там должно все раствориться и лузги мы с тобой наверное побольше накидаем сделаем в виде каши чтобы уж как говорится если уж чтобы уж полезно полезно как говорится так сейчас я вот эти вот сразу уберу которые более чистые а лузгу мы потом забросим очень любопытно что это все получится какой только ерундой не занимался опять ты оптимизировал все по полной программе что ничего не понятно я с тобой согласен тут не ошибешься особо не помню то выбирать то я особо не ищу так все перемешал да вроде все вот уж тут зараза так зараза уж ребят как говорится была у меня мысль более хитро провести как провести этот эксперимент ну поскольку бактерии анаэроба я уж как говорится не стал заморачиваться у меня была такая сейчас я объясню идею какая вот смотрите у нас здесь стоят контроллеры здесь лампочки я думал параллельно к лампочкам подключить компрессор воздушный то есть когда у нас температура будет включаться и у нас будет некоторое время происходить перемешивание здесь раствора в принципе аэрация не нужна вот чисто поперемешивать я думаю за счет этого скорость все таки рост должна быть значительно быстрее вот я не стал заморачиваться когда что-то более разумное буду делать она хватит хватит она смотрит прекрасно больше не надо но все и так полезет да ну и пусть нам главное что нам главное почувствовать такой запах кислоты в принципе банки надо закрыть кстати у нас уже и так что надо попало вот и вот этот штамм кстати виталию как по нему написано что он газа не должен выделять вообще никакие какие там бактерии они не выделяют газ ох какая там фигня злая вот тут уж ребята бактерий то и всякой заразы очень большое количество но интересно интересно да что получится мы как бы в такое не углублялись это уж но следующий раз мы сделаем наверное если что-то будет хотя бы какой-то положительный эффект мы обязательно сделаем на патоке скорее всего потому что у нас паток кстати ребята очень интересный кстати эффект произошел сейчас я вам тоже об этом расскажу сейчас мы вам покажем что у нас получилось давайте уж как говорится кроме этого эксперимента покажем и остальное потому что у нас там еще автолизатор живой и всякая ерунда в общем а кстати по поводу карантина вот смотрите хотел все давно показать вот видите почему я люблю лузгу люблю на ней работать а потому что потому что всякую заразу на ней прекрасно видно и как только вот такая вот ерунда появляется а у тебя заражение только с этой стороны нормальная грубо говоря мицель здесь растет а там у тебя что-то не твое что называется ну все это уже как бы понятно куда пойдет да здесь вот то же самое вот и в двух местах вот она вот так а на зерне ребята счет то я знаете сомневаюсь что я что вы это увидите и вот еще такой момент для чего нужно делать из плодового тела пересевы а для чего а для того чтобы вы постоянно вот это вот дело когда пересеваете с одной банке в другое у вас постепенно картина бактериальная и всяких патоген меняется потому что все равно чё-то попадает всегда и поэтому я бы только ради этого постоянно делал пересевы и мы будем это делать сейчас вот тестовая выгонка у нас прошла мы пока ничего не стали заморачиваться а когда будем уже делать сейчас мы определимся с культурой какой будем выращивать вот и уже ее будем как говорится по полной программе стараться улучшать и брать с нее нормальный материал ну вот потому что она и так в принципе хорошая но мы будем уж как говорится ее чистить по полной программе вот так что вы тоже имейте ввиду что надо все до ума доводить всегда контролировать постоянно улучшать и улучшать иначе рано или поздно все превратится в такое знаете в общем плохое такие слова даже пить ты не подберешь особо просто нерабочие а поскольку нам не не надо нерабочие мы тут вот такие вот вещи проделываем видите у нас инкубаторов куча и везде всякая разная разная температура везде проводим мы опыт и скажем так уже не так все просто положительный результат у нас ребята есть предположительно положительный потому что я так-то своими глазами посмотрел сейчас я вам объясню что я насмотрел своими глазами есть у меня тут тестовые растворы тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан сейчас я вам покажу ну и вот кто это у меня что это у меня за раствор а это раствор у меня той чудесной патоки квасной вот такие ребят дела так что все в ней растет я вас поздравляю все кто на меня бурчал можете продолжать дальше бурчать все оно растет единственное тут конечно муть особо то ее никто не чистил вот заражение я сделал позавчера поэтому тут еще даже вот эти вот фильтр мокрый то есть поэтому тут еще особо ничего что называется пока рано еще сильно прогнозировать но судя по тому что я увидел на разных концентрациях этого раствора у меня а ну вот где-то мало совсем материал там не очень хорошо видно а где побольше попало там нормально было я смотрел сейчас я вот их специально не отбирал вот единственное вот муть немножко плавает но я с ней потом разберусь сейчас пока задача такой не стояла в общем камеры может быть не знаю но на глаз прекрасно видно что клетки там живые они в общем то в разные стороны растут очень прекрасно так что будем надеяться что у нас все из этого хорошо получится почему хочется получить хороший из этого результат потому что вот у меня вот двенадцатая культура то есть раствор номер двенадцать очень там хорошо я вот что-то сейчас не помню куда я их понаставил в общем там семипроцентные в одиннадцатом тоже хорошо вот достаточно так что ребята вот такие дела в общем то особо заморачиваться тут и нечего а вот ребят смотрите какой у нас стал автолиза дрожжевой наш замечательный осадок видите осел а вот само вещество которое нам необходимо слить и применить добавлять мы ее будем в питательные среды в наши замечательные вот выглядит действительно интересно но оседать эту штуку будет долго я так понял ну написано 5-10 дней надо ждать ну мы собственно такие люди простые мы подождем если вот эта штука будет достаточно хорошо себя проявлять мы ее можем очень много заготовить проблем с этим вообще никаких ну в общем наверно на этом все давайте ребята на это прощаться давайте уже ставьте пальцы вверх в конце концов что же такое не ставит сидят вот ну и всем удачи до скорых встреч